По поводу дежавю, который возникает во снах, вы видите, или это в какой-то другой реальности, но которая потом проявляется в этом мире. Есть такая концепция, она широкая, я попробую её объяснить. Так вот, концепция следующая, что тот мир, в котором мы с вами живём, он как тренажёр, как театр, огромный театр. У каждого человека есть определённая роль, которую он должен прожить в этом мире. И во сне он действительно иногда может соприкасаться с сценарием, но это не значит, что это ваше дежавю. Это вы можете видеть те события, которые в этой же роли, ну короче, за ночь у Онегина сон, что у него попадает пуля. Но это не значит, что у этого Онегина это всё уже было. Это значит, что у предыдущего актёра, кто на месте этого Онегина находился, просто это всё по сценарию происходило. Он это всё видел. Поэтому есть определённая вариативность. Иногда может именно так происходить, как тебе приснилось, или привиделось, или присмыслилось. Или же ты можешь каким-то образом изменить. На самом деле возможно. Возможно изменить определённые события. Если у тебя есть тапос на это, если у тебя есть карма, как бы это всё изменить. Потому что сценарий, он не как Дамоклов меч, только так и никак иначе. Он может меняться. Доля-недоля действительно всё это плетут. Как вот славяне говорят. Но они плетут с вариантами развития событий. То есть нужно сеть кармы воспринимать не как, как сказать, что-то натянутое, которое перед вами, а в проекции. Поэтому ты можешь как бы пройти по событиям, но отклонившись чуть вперёд или чуть назад, чуть-чуть будет иначе развитие. То есть определённый веер миров, который может развиваться чуть иначе. Какой опыт именно ты накопишь, это уже твоя судьба. Андрей, для чего отдаётся вот это видение того, что и потом это всё сбывается человеку? С одной стороны, наверное, чтобы его подготовить, сложно сказать. Я сам это переживаю, ну, так довольно часто, но ничего нормального. Если ты живёшь по совести, более-менее искренне двигаясь по миру, то самые драматические события, которые с тобой могут произойти, они во благо.